У меня на ногах утяжелители, и кто-то хохочет в ней. Кто-то в ней хохочет. Пошла копия. Хохочет. Хорошо. Хохочет, я подожду. Хорошо, защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Светлану в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Светланы поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Светлану. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверили она нам в свое биополе на период сеанса? У нее голограмма, и она из нее кивает. Хорошо. Итак, у нее голограмма. Что еще там ты видела? На ногах что-то, да? Там что-то тяжелое на ногах. Сейчас пока голограмма закрыта. Хорошо. Скэнер. Просканируй Светланы. Отключи эту голограмму. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты от этой голограммы. Выводи, отключай это все полностью, как выходит от и отправляя в клетку-тюрьму. Это голограмма, она как прозрачная, и она постоянно разговаривает, как назойливая мука. Говорит, говорит. Понятно. Она доедает. В клетке голограмма. Хорошо. Дальше у нас были утяжелители на ногах, да? Подсвечиваются. Но это больше сапоги с копытами. Вот так вот даже. Сапоги с копытами. Хорошо. Не будет мешать сканированию? Нет. Хорошо. Даю команду на счетри. Скэнер сканирует пространство над головой Светланы под ногами. 360 градусов вокруг нее. Из-за этой подключки воздействия энергия притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Скэнер сканирует все семь тонких тел Светланы. Находит все. У нее гуманоид. Есть. Рут. Есть. Мимикрирует кто-то, Вера? Нет. Просто медленно идет. У нее вода есть от спрута. Инсектоид, джин и демон. Какой демон? 13 и 8. Почти 14. Это он ржал. Это я гоготал. Поделись о своей радости. Чему же ты так радовался? Встреча с нами? Нет. Нет. Я слышал твое гоготание, когда мы нашли тонкое тело. Это запугивание с моей стороны. Чье запугивание? Нас? Мое. Нет. Ей к ней. Ей. Понятно. Хорошо. Ты сейчас здесь находишься. Сейчас, в принципе, тебе надо пугаться, потому что в моем распоряжении находится энергия царя Соломона. И если у тебя нет контракта в этом случае, и Светлана изъявит желание передать тебе этот шар энергии царя Соломона, он появляется в моих руках, у тебя сразу все твое гоготание пройдет. Очень быстро. Понятно? Не надо шар. Понятно. Убираешь шар. Входит меня. Значит, будешь работать тогда, кооперировать. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Я рекомендую тонкой копии Светланы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную потоку, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души Светланы на настоящий момент. 96. Хорошо. Откуда гуманоид? Вперед. Ловец душ? Ловец. Ловец. Ну, ловец. Если бы ты был ловцом, ты бы не стоял в клетке тюрьмы, так как ты сейчас. Тебя словили. Итак, сколько ты находился в этом биополе со своей голограммой? И так бывает. Ну да. Последствия просто разные бывают. Туда, куда ты попал, здесь очень серьезные последствия. Вплоть до живой плазмы. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Спрут, сколько ты находишься в этом биополе? 15 идет цифра. 15? Вера, я... 15, да. Цифра идет 15. 15. Понятно. Сколько инсектоид находится в биополе? 4 месяца. Сколько находится джин в этом биополе? Какой у нас джин? 13,86. 12 или 13, Вера? 13. 13,86. Понятно. Синий джин. Сколько ты находишься в этом биополе? 4,5 года. И демон. Сколько ты находишься в этом биополе? Год и 2 месяца. У тебя есть контракт с ней? Нет контракта. У кого есть контракт с ней? Ни у кого. Кто из вас присутствует в ее детях? Струт присутствует. Спрут? Да, в маленьком ребенке. Спрут присутствует в маленьком ребенке. Спрут, а ты паразит просто. Какое ты имел право входить в ребенка, которому еще года нет, ему несколько месяцев? Он не входил, он присоску поставил. А это не входить называется? Ты подключился к ребенку? К энергиям привыкает он. Больше никто не присутствует в детях? В детях нет, в доме да. Кто в доме присутствует еще? Мы его тоже чистим сегодня. Спрут. Да. Джин. Демон. Понятно. Хорошо. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Светлана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Усилию потоки в 50 раз. Готово. Хорошо. Итак, сканер, дай мне полноту души на настоящий момент, Светланы. 100%. Хорошо, забрали эти 4%. Идем дальше. Начинаем с демона. Демон, выходи. Снимай все, что я оставил в ее биополе. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, специально или забудет, нечаянно, он сгорит поросто по каналам в клетке в тюрьме. Я вам этого не желаю, но предупреждаю. Демон, у вас сапоги высокие, выше колен. Он снял их. Хорошо. Лярвы есть в биополе, демон? Незврата показывает. Хочешь получить их? Кивает. Забираете лярвы, возвращайся назад. Готово. Синий джин. Собирай всю свою пыль, выходить тебе не надо. Все свои подключки, втягивай в себя, докладывай о готовности к проверке. Приступай. Рук он забирает. С рук. Понятно. Готово. Инсектуэт. Выходи, вытаскивай все, что тебе там осталось. Есть инкубатор. Нет, он не успел остановить инкубатор. Но место подходящее. Выходи, вытаскивай, снимай и возвращайся назад. У него как место такое, он вытащил оттуда. Готово. Хорошо. Спрут. Выходи, отключайся полностью. Снимай все, что я оставил в ее биополе. Скажи мне, Спрут, это не от тебя она поправлялась все это время? Набирала вес? Вода его там. Вода, от его воды. Откачивай эту воду. Он откачивает, у него такая оболочка появляется вокруг него, водяная, как шар, он как будто в шаре в каком-то с водой. Понятно. Присоски на голове, в волосах, снял все. Хорошо. Скеннер, просканируй начистоте гуманоида, его голограмма. Осталось что-нибудь еще в биополе, что мы не обнаружили. Есть в ушах у него. Выводи это все, отключай полностью. Выводи из биополя, как это выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Светланы с гуманоидом, его голограммой, этими подключками в ушах, с прутом, инсектоидом, джином и демоном. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включай внутренний белый свет Светлане. Этим светом она выдалит из себя все негативное, патогенное, чужеродное, низкое абрационное, остаточное энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Большой ушел. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. У нее под ногами что-то есть, как липучка, она ноги поднимает и встает опять у нее. Тима, ты что-то забыл вытащить? Забыл. Я надеюсь, ты не шутишь со мной, потому что я шуток вообще не понимаю. Ты сейчас получишь удар полмиллиона герц и на этом закончится все. Быстро вышел, вытащил все, что я там оставил. Она и приземлял. Хорошо, я его сейчас приземлю, если он еще раз такое посмеет сделать. Все вытащил. Хорошо, больше ничего нет, Вера? Больше ничего нет. Подхожу к Светлане, помогая моей энергией отстегнуть все каналы к интерферентам и их под ключом. Один, два, три, удар. Каналы отлетают, открывая воронку в галактическое ядро. Они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Демон и Джин, я сейчас открою портал, вы уйдете в квартиру, соберете все, что вы там оставили. У нас квартира или дом, Вера? Квартира, да? Квартира. Хорошо, соберете все, что там оставили. После этого я проверю, отпущу вас на вашу чистоту. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Светланы. Джин и Демон уходят в этот портал, забирают все, что принесли, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инсектоид, ты больше никогда в это биополе не войдешь. Понятно? Понятно. Открывается наверху портал на чистоте инсектоида, забирают все, что принес, уходят на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую еще раз. Ли, у меня здесь два экземпляра. Один гуманоид Сириуса, три года, с голограммой, вернули 4% души из нее, и спрут, 15 лет, который жрал ее, и он еще подключен к ребенку. Ребенку мы будем чистить чуть позже, но можем сами все вытащить. Гуманоида забираем. Понятно, со спрутом будем тогда мы работать. Подожди, проверяй. Спрута тоже забираем. Хорошо, мы уберем все сами. Все, спрут. Закончилась твоя песня. Готово, забрали. Значит, у нас артефакты остались, я их уничтожаю, да? Голограмма, да. Под голограммой открывается воронка в галактическое ядро, все эти подключки вместе с голограммой уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Светлана, мы закончили вашу чистку, как вы себя чувствуете? Интересно чувствую, привыкаю к энергиям. Очень много нового внутри меня происходит, наполнение другое. Итак, у нас остались 10 вопросов, ваших вопросов вашему куратору. Сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Светланы. Это женщина. Снимается маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом с данным виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Светланы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этом прекрасном месте. Обращайтесь ко мне, Ава. Ава. Приветствуем вас, уважаемая Ава. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. У нее остались 10 вопросов своему куратору, и мы хотели бы их задать. Пожалуйста, я отвечу с превеликим удовольствием для помощи развития души. Благодарю вас. Я начинаю с первого вопроса. Откуда родом моя душа и как выглядит дом моей души? Какие прекрасные два вопроса. Твоя душа гибридная. Лирианская душа с добавлением ангельских энергий и частичку ангельской души. Соответственно, ты можешь пребывать на обоих уровнях твоего наполнения, как в ангельском мире, так и на созвездии Лира. Хорошо. Благодарю вас. Второй вопрос. Какой уровень моего высшего я? Десятый ангельский уровень. Уровень высшего я 11. Высшее я 11. Десятый ангельский. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько лет моей душе? Относительно молодая душа. 38 тысяч лет. Благодарю вас. Следующий вопрос. Какое сейчас по счету мое воплощение на Земле? На Земле ты воплощаешься 11 раз. Благодарю вас. Пятый вопрос. Расскажи мне, пожалуйста, о моем последнем воплощении. Где оно было? Земля или другая планета? Прекрасный вопрос. До воплощения на планете Земля ты проходила свой опыт на Марсе. Все это в галактике Млечный Путь. Здесь все понятно. Вы хотели добавить что-то еще, уважаемая? Да, я немного расскажу, чем занималась душа на Марсе. На Марсе ты получала опыт проживания с марсианскими энергиями, работая с ними, соприкасаясь с ними. Они пружинистые, обволакивая тебя, живые энергии, с которыми можно работать на телепатическом уровне. И именно этим занималась душа на Марсе, получая опыт перехода в разные измерения и уровни сознания, сжимая и разжимая марсианские энергии. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемая Ава. Следующий вопрос, шестой. Какие задачи мне надо преодолеть или к чему надо научиться в этом воплощении? Какие интересные запросы в прошлой жизни на Марсе мы переходим плавно. Зачитай еще раз вопрос. Какие задачи мне надо преодолеть или чему надо научиться в этом воплощении? Мы переходим плавно к планете Земля и воплощении на ней. Здесь тебе нужно справиться со своими чувствами, контролем их, вибрациями внутри тебя, самосовершенству и эмоциональной гармонии. Все это каждый день присутствует в твоей жизни. Все это каждый день переносит свои эмоции, энергии и вибрации. Жизнь кипит вокруг тебя, но чтоб не сгореть и не свариться, нужно научиться контролировать себя изнутри и охлаждать своей энергией до приятного тебе уровня, до комфортного состояния, чтобы справиться со всеми нагрузками на Земле и давлением, которое происходит в твоей жизни и в общем на планете Земля. Давление я имею в виду от разных ситуаций работы, семьи, работы мамой. Вернее, это такое состояние души на Земле, которым нужно наслаждаться и в правильном русле исполнять его и преподавать в отношении детей, независимо от их возраста. Это прекрасная работа для души, так как дети учат многому наши души. Я не все аспекты затронула. Ты сама понимаешь, что тебя окружает и какие эмоции и вибрации ты получаешь от происходящего. Старайся соблюдать внутреннюю гармонию. Юмор поможет тебе, когда человек наберет на себя много обязательств. Всегда есть место вляпаться в негатив, поэтому защищайся юмором. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемая Ава. Перехожу к следующему вопросу. Седьмой. Находится ли в моем окружении мои родственные души или мое близнецовое пламя? Если да, то кто они и как их зовут? Такой вопрос. Нет, не находятся. Но будет зависеть от тебя, как ты будешь развивать свою душу и продолжать жить на планете Земля. Вполне возможно, такие души появятся. Вы не могли бы мне объяснить, что означает близнецовое пламя? Я слышу это эзотерическое слово, но я не могу. Тебе лучше спросить это у того, кто произносит это. Я подразумеваю души, с которыми душа встречалась в других воплощениях. Понятно. Я не совсем... Именно так я понимаю вопрос. Благодарю вас. Я слышал это на Земле, но я, честно говоря, не мог никак понять и смысл этого. Благодарю вас. Если можно, мы переходим дальше. Ава, или вы... Да, я ответила на вопрос. Вы ответили на вопрос. Перехожу к восьмому вопросу. В детстве... Это ситуация. В детстве до 10 лет у меня была способность моментально переключать картинку в голове, когда я смотрела на окружающий мир. Я могла выбирать между картинкой теплого и холодного цвета. При этом немного менялся как бы ракурс на смотрящие. Что это за способность и почему она исчезла? О, какой приятный вопрос. Это относится к глубине твоей души. Это то, о чем я говорила выше. Охлади свой пыл, и картинка поменяется. Изнутри получается комфорт, а снаружи изменение картинки. Из негативной в позитивную или нейтральную. Работай над своей душой. И осознанно память вернется к тебе. Благодарю. Благодарю вас, Ава. Следующий вопрос с девятой. Какие энергии и практики мне нужны для гармонизации и развития моей души? Тебе в первую очередь нужно спокойствие и гармонизация внутренних энергий. Если внутри тебя нет спокойствия, нет времени и есть посторонние шумы или проблемы, которые нужно решать, ты не сможешь быть там, где тебе нужно быть. Я объясню. Ты будешь удалять эти шумы или делать работу с раздражением. В это же время ты не сможешь осознанно погрузиться и понять смысл тех практик, которые ты бы хотела получать. Так что первая практика — это внутреннее спокойствие, найти гармонию внутри себя. И делать любое дело гармонично, включая свои волшебные энергии Лиры и Ангельский Свет. Мирно, спокойно, гармонично, сбалансированно выпуская этот Ангельский Свет, при этом защищая его. Защищать ты его можешь опять же своими энергиями. Ангельский Свет — это и есть твоя защита. Кому-то ты даришь его, а от кого-то ты защищаешься. Найди эту грань и баланс, где и как нужно применять эти энергии. Наблюдай сперва за собой, за своими реакциями, а потом уже на всех остальных. На их реакции, на твои энергии и твои дела. Благодарю. И я благодарю вас, Ава, за этот развернутый ответ. У меня остался последний, десятый вопрос. Каким образом я могу нести свет в этот мир и помогать людям? Например, работать как Влад и Вера или что-то другое? Несомненно, это прекрасный опыт, но и огромная ответственность. Ты берешь много ответственности на себя, и это похвально. Но твоё внутреннее состояние должно находиться в определённом, осознанном, сбалансированном комфорте. Только тогда ты можешь делать следующий шаг. Пока ты разбрасываешь свои энергии в каждодневную рутину, тебе трудно будет трансформироваться и посвящать себя духовной работе или изучению огромного материала. Твоя душа сама подскажет и будет вести тебя туда, когда будет готова, когда у тебя будет глубокое понимание, а не праздный интерес и любопытство. Когда настанет этот момент, зависит только от тебя. И у меня присутствует ощущение, что не все вопросы были отвечены. Почитай, пожалуйста, вопросы. Секунду, сейчас я все вопросы зачитаю по-новому. Начинаем с первого вопроса. Откуда родом моя душа? Как выглядит это в этом воплощении? Седьмой вопрос. Прекрасно, давай остановиться. На шестом. Хорошо. Какие задачи мне надо преодолеть? Я бы хотела... Про задачи было сказано. Я бы хотела ответить на вторую часть этого вопроса. Чему надо научиться в этом воплощении? Именно так. В этом воплощении, набирая много земной рутины, тебе нужно научиться гармонии. Я сказала об этом в последнем вопросе. Все, что ты делаешь, все, что ты делаешь, научись делать в гармонии и защищать свои энергии. Ты не просишь никого, чтобы раздавать свои энергии. К тебе подходят с просьбой отдать своих энергий. Именно так ты должна чувствовать себя. Перестань расплескивать ангельские энергии впустую. Держи их вокруг себя. Не давай сущностям в других людях питаться ими. Помни, что не все реакции людей идут от души. Многие реакции идут от сущностей, которые находятся в окружающих тебя людях. Будь выше этого. Понимай это. Ты это знаешь, а они нет. Именно так поступает осознанная душа. Не спускайся до их вибраций. Береги свои. Благодарю. Замечальное напутствие. Я благодарю вас, Ава, за эти слова. Действительно, так как она упомянула нас с верой в этом. У нас длинный путь был. И, безусловно, это начиналось с осознания важности, защиты своих энергий, выставления защит. И дальше, и дальше, и дальше постоянно поступают новые знания. Они не прекращаются ни на один день. То есть это процесс, к которому нужно быть готовым. Потому что мы имеем дело с очень серьезными сущностями. И ответственность действительно высокая за души людей, с которыми ты имеешь дело. Поэтому все, что вы сказали, имеет чрезвычайную важность для развития этой души, если она действительно хочет выбрать путь быть полезной и нести свой свет. Но основное вы уже ответили. Я благодарю вас. Благодарю. Если вы хотите сейчас что-то еще от себя добавить или активировать ее стержень, возможно, это был бы самый лучший момент. Стержень души активирован. Я лишь немного добавлю, как он выглядит. Пожалуйста. Как я уже сказала, желтоватые энергии, лиры, окутаны ангельским светом по спирали. Ангельский свет выходит за границы тонких тел и сжимается. Это зависит от души, ее состояния, настроения и реакций, обитающих вокруг людей, как я уже сказала, и сущностей в них. Если ты допускаешь, ты разрушаешь свой стержень, погружаясь в крик и негатив. Трудно восстанавливаешь свои энергии. Старайся не реагировать и не подпускать к себе раздражение. Оно не твое. Держи гармонию, баланс и свет внутри. Чистоту души. Благодарю. Я благодарю вас, Ава, за отвеченные вопросы. Остался маленький нюанс. Возможно, вы еще о нем не знаете, но в этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, с которым мы встречаемся, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение, уважаемые кураторы, Ава, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок в знак благодарности за ее помощь, своей подопечной, за эти ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Это великолепно. Благодарим вас. Это останется со мной и будет напоминать об этом приятном. Вместе и встречи с моей подопечной. Передавайте, пожалуйста, привет на Лире и в ангельском мире. Мы будем рады всем кураторам, которые, как вы, достучатся до своей подопечной. Со своей стороны мы готовы открыть им двери, убрать эти преграды, но в эти двери они уже пойдут сами. Это прекрасное предложение. Я обязательно передам гибридным душам. Благодарим вас, Ава. И еще у нас вторая традиция. Мы никогда не прощаемся. Мы говорим до скорых встреч, возможно, когда-нибудь на каком-нибудь этапе. Ваша подопечная захочет познакомиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора и вместе с ним поднимаемся на этот уровень. Если до этого дойдет. Вполне возможно, мы еще услышим друг о друге. Замечательно. Всего наилучшего. И благодарим вас, уважаемая Ава, за вашу помощь и за ваш визит. И рассинхронизируйся, Верочка. Готов. Светлана, мы закончили встречу с вашим куратором Авой. Вы получили все ответы на свои вопросы. Это замечательно. Это прекрасная информация и знания, которые я услышала сегодня. Так и есть. Куратор очень много знает о вашей жизни. Он ответственный за вашу жизнь. Вернее, он представлен к вам, работает с вами на эту жизнь. И никто, кроме куратора и высшего я, столько о вас не знает, как они. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию. Светлана в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке и извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.